Европейская комиссия 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 что в государстве, где, как у нас в Конституции прописано, что ветви власти независимы друг от друга, речь не идет об абсолютной вакуумной независимости. Естественно, они каким-то образом переплетаются. Сам факт того, что они должны друг друга уравновешивать, уже сам по себе означает, что они влияют друг на друга. Вопрос в степени влияния. В Эстонии, на самом деле, это не совсем корректно, что парламент назначает судей. Парламент их утверждает в определенных случаях. То есть, в любом случае, назначение как такового инициативы идет от судейства самого в лице председателя государственного суда. Исключением является сам председатель, которого предлагает президент. То есть, в Эстонии сконцентрировано сам институт судейства, его регуляция сконцентрирована в руках самих судей. Парламент определенное влияние осуществляет, поскольку парламент является представителем народа, как в любой конституционной демократии. Соответственно, это дает судейству определенного рода легитимность в глазах избирательного населения. Парламент не может вмешаться... Парламент не может уволить судью. Парламент не может начать дисциплинарный процесс против судей. Все это, опять же, в руках судов. То есть, получается, что ситуация в Польше отличается как раз-таки тем, что там вот эти дисциплинарные расследования в отношении судей стали возможными? Они стали не только возможными, но они даже не в руках парламента, который вроде бы избран народом как свой представитель, а не в руках исполнительной власти. То есть, кто-то из министров может просто злоупотребить своим судебным положением? Фактически, да. Причем, учитывая, что у судов есть право определенного рода надзора над тем, что исполнительная власть соблюдает Конституцию, вплоть до того, что суд может своим решением распустить партию, в том числе правящую партию, такого рода вмешательство со стороны этой самой правящей партии, назначенной чиновником, является достаточно грубым. Но мы сейчас говорим о высших эшелонах власти. А если говорить о простом человеке, ему, например, кажется, что судья, который рассматривает его дело, ангажирован каким-то образом, он может отозвать судью? Отозвать судью по причине отгажированности на самом деле не так уж и просто. Каким-то образом повлиять вообще на судебный процесс? Здесь есть разные виды влияния. То есть, одно дело, когда на судебный процесс пытается влиять его участник, другое дело, когда на него пытается влиять одна из других видов власти. Есть в Эстонии институт отзыва судей. Но, опять же, он упирается в то, что судья должен быть объективно независим. То есть, допустим, он имеет родственные связи, какие-то эмоциональные связи с делом или с участниками дела. В таком случае возможен отзыв. Для этого, опять же, нужно решение высшестоящей судебной инстанции. То есть, когда мы говорим о независимости, здесь речь идет не только о политической беспристрастности, но и какая-то личная ангажированность тоже должна быть всячески исключена. Это речь о полной независимости во всех отношениях, поскольку, согласно Конституции, судья принимает решение только на основании закона. Согласно закону о судах, судья принимает решение на основании своего внутреннего убеждения. Если с законом все понятно, то с внутренним убеждением может быть по-разному. Соответственно, такая возможность в законодательстве присутствует. Насколько психологически сложно судьям действительно выдерживать такую нагрузку? Потому что, скажем, можно судить убийцу, но за недостаточностью, например, доказательства, невозможно его наказать так, как судья, например, хотелось бы. То есть здесь тоже может быть некая ангажированность. А нужно выдерживать действительно полностью свою независимость. Я с этим согласна. Я не судья, но мне кажется, что эта эмоциональная нагрузка, она достаточно высока. Хотя точно так же она высока и у прокурора, точно так же она высока и у адвоката, который защищает человека в виновности, которого он, в принципе-то, внутренне может быть уверен. Но это работа этих людей, их никто туда насильно, на эту должность не ставил. Соответственно, предполагается, что у судей есть этот внутренний стержень, внутренние силы оставаться объективным в этой ситуации. Мы начали говорить о Польше, потому что там возникли определенные проблемы. А если вообще посмотреть на мировую практику, то какие суды в каких странах могут считаться образцово-показательными системами? Это очень интересный вопрос. Такого топа, мне кажется, не существует. Потому что в каждой стране есть свои исторические, культурные, политические нюансы. В то же время, можно сказать, наверное, что в рамках Евросоюза, благодаря тем же самым процессам, которыми Евросоюз сейчас влияет на Польшу, у стран Евросоюза, в принципе, это достаточно демократическая, достаточно объективная судебная система. Часто приводят в примеры США, якобы там очень правильная судебная система, максимально независимая. Насколько это возможно? Ну, мне кажется, она настолько же максимально независимая, как она и, допустим, в Эстонии. Это принципы соблюдены и там, и здесь. А еще говорят, что независимый суд является гарантом экономической стабильности. А какая здесь связь? Он является гарантом экономической стабильности, поскольку он, опять же, объективно и независимо должен решать, в том числе экономические споры, в которых в таком случае исключается влияние того же парламента, исключается влияние исполнительной власти, исключается влияние той страны, у которой может быть больше ресурсов, денежных ресурсов, влиятельных ресурсов, каких угодно. А что касается, например, российской судебной системы, то здесь очень часто можно услышать как раз уплёки в её адрес, якобы там вот судей подкупные. Я не считаю себя экспертом по российской судебной системе. Такого рода мнения я тоже читала, я с ними знакома. Это на самом деле крайне печально, потому что одна из причин, почему суды должны быть независимы, это то, что государство имеет монополию на насилие. В любом демократическом государстве этот принцип должен соблюдаться очень чётко. И выдать, скажем так, ордер на то, чтобы это насилие было гражданам применено, исключительно в руках судьи. Если население видит, что судью можно в этом смысле склонить в ту или в другую сторону какими-то способами вне закона, то это, конечно, достаточно трагично. Присяжный адвокат Эльвира Тульвик была у нас сегодня в гостях. Спасибо. Спасибо.